Торжественное открытие 4-го благоустроенного городского сквера имени Игнатьева состоялось на первой речке. Работы проводились по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Это уже второй сданный объект за эту неделю. Ранее реконструированы территории на улице Лермонтово в поселке Трудовое, сквер на Калинино и Жариковский на Дальзаводе. Чем больше будет таких современных и красивых пространств, тем больше мы будем привыкать к тому, что наша жизнь меняется к лучшему. Потому что то, что было несколько лет назад, наверное, сейчас у нас другие требования. Мы с вами современные люди, мы хотим жить по-другому. И не зря вот этот федеральный проект под собой имеет цель не просто создания каких-то зеленых пространств в городах, а повышение индекса качества жизни. Проект реконструкции Игнатьевского сквера обсуждали с общественностью и местными жителями. Они буквально отстояли зеленый кусочек земли, не дав начаться строительство очередного супермаркета. Конечно, всем нравится этот сквер, потому что его благодаря всем жителям просто отстояли. Здесь собирались строить, честно сказать, я даже не знаю что, но уже какая-то стройка здесь начиналась. И все очень люди сплотились, подписывали там заявления. Я очень рада, что всем малышне, детям сделали вот такую замечательную площадку спортивную, вот эту вот зону. Очень красиво. В скверах отремонтированы пешеходные дорожки, установлены детские и спортивные площадки, зоны для отдыха. Максимально сохранены зеленые насаждения. Особенно важно, что люди могут чувствовать себя здесь не только комфортно, но и безопасно. Во всех реконструированных скверах реализованы самые современные системы интеллектуального видеонаблюдения НТС. Компания давно уже не просто мобильный оператор, а цифровая экосистема, позволяющая воплощать комплексные решения умного города. Компания НТС присутствует в этом мероприятии как технологический партнер. Мы организовываем во всех абсолютно общественных пространствах, в которые запускаются, систему смарт-видеонаблюдения. И реализовали бесплатный Wi-Fi для жителей. В комплекс входит три типа камер. Первый тип камер – это камеры с видеоаналитикой, позволяющие определять проходимость, пол, возраст, посетители и даже настроение. Второй тип камер – это тепловизоры, позволяющие определять открытые и закрытые источники горения, а также источники задымления для оперативного реагирования соответствующих служб. Третий тип камер – это камеры с поворотным механизмом 360 градусов, позволяющие оперативно мониторить обстановку в сквере и реагировать на все происходящее. При необходимости система интеллектуального видеонаблюдения способна помочь и в поиске людей. Если в сквере, например, потеряется ребенок, его можно будет найти, внеся в систему описание человека и характеристики. Все данные с камер будут обрабатываться и передаваться в единый городской центр мониторинга. Ну да, будем тут бегать, будем тут собираться с друзьями, ходить. Ну, тут раньше был такой парк плохой, сейчас вот классно сделали. А ты знаешь, что здесь бесплатный Wi-Fi? Да, реально? Это я не знал. Я просто в шоке, что тут будет интернет. Никогда не думала, что в сквере будет интернет. Планируется, что к середине октября закончат благоустройство сквера в районе Авангарда. Ведутся также активные работы в Матросском сквере и на острове Попово. В планах еще объекты на Русской-48 и Верхней Портовой-41Б. Ирина Шилина, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.